всем привет это sb1813 или бросаем продолжаем реакции из пачки на очереди у нас будет такой трек как fire again где на фите ашнику и все это короче валорант чемпионс а продюсировал это кстати тоже гребит короче мы уже смотрели что-то из валоранта вот причем прикольный ролик был и прикольный трек и собственно это спрашиваю через за гребит это группа не группа оказывается вроде как продюсер у него особо ничего нет то есть это чисто для валоранта была история но это была достаточно качественная история качественно почему потому что риут и хорошая прикольная компания от некоторых вы должны уже были наверно понять кого я имел ввиду но хотя тоже на риутов там многие гонишь вот они на самом деле скоро тоже близок догонит и будет так вот такое жгубнецов мы посмотрим короче ладно сегодня мы вроде как не совсем про игры валорант я так не играла естественно даже после того как я решил удалить в овервотч вот да все равно валоранта играть я не хочу потому что чисто пвпшная тема плюс мне не особо нравится там герои поэтому будем смотреть сегодня вообще таким опять же с нулевой такой с нулевым пониманием вообще чего там валоранте вашим происходит и чё это за это по-моему на 22 год чемпионат валоранта поэтому я без понятия что там творилось и почему но в любом случае сейчас посмотрим ролики если там будет какой-нибудь прикольный трек какой прикольный видос почему бы нет как бы опять же рают и все это делать умеют и надеюсь будут еще радовать нас всякими такими штуками так что кстати да оксана советовал спасибо саня вот давайте сейчас заценим что там будет без понятия на есть будет балдежно как бы я не против собственно гонки кстати забавно почему-то когда я нашел этот ролик он прям полностью на русском переведено было причем не вспомнишь углу переводчика гугла а именно кому-то официально нравится на русском это написали ну спасибо хотя как бы можно было это не делать так чуть-чуть за гитарка какая-то еще была внезапная опять анимация будет судя по всему на прикольный кстати с анимацией очень весело причем опять же что приурочен это грёбанного чемпионата то есть это не какой-нибудь там лор и так далее это просто чемпионат и они тут столько контента на обычный чемпионат делают а вот делают вблизи у нас такой нет не делают конечно блин ну на самом деле круто выглядит там очень балдежно ну и трек себе там хорош Трека очень крутой. Прям мне нравится. Ну и визуал тоже, офигительно. Но нет, Реоты, вы меня этим не купите. Я не пойду играть в ваш грёбаный Валорант. Потому что вот насколько хорошо делают ролики по Валоранту, вот настолько бездушная и неинтересная игра на самом деле. Просто всё, что я видел по Валоранту, это настолько неинтересное говно, если честно. Я уж в Overwatch вернусь, чем в Валорант пойду играть. Но ролики вы делаете прям по красоте, я тут спалить не буду. Вот ролики по Валоранту я с удовольствием спарить буду. Не, круто, круто. Да, судя по всему, опять показывают, типа, настоящих чуваков, киберспортсменов и киберспортсменок, судя по всему. По Валоранту, которые, типа, превращаются, типа, в героев, за которых они играют. Какой-то эпик устраивают. Правда, очень крутой музон. Это прям хорошо, да. Не, хорошо, хорошо. Да, нормас. Так, ну что, вот мы посмотрели ролик. Fire Again называется. Который, я понимаю, продюсировал у Grabits. То есть, судя по всему, это его трек, можно считать. Ден Фитте еще, вот, Эш Нико. Это или вот эта девушка, которая пела, или я не знаю, кто это. Но, в любом случае, короче, сам трек, само все мне очень понравилось. Он был прикольный, такой, типа, тоже с электроникой очень прикольный. Даже с гитарочкой какой-то. Поэтому мне прям супер понравилось. Сане, спасибо, что советовал посмотреть это все. И все это было приурочено к Valorant Champions 22. То есть, буквально вот в том году вот такое вот выходило у Valorant. Ну, короче, я еще раз проговорю этот момент, что риоты, конечно, молодцы в этом плане. Что они даже вот именно к чемпионатам, типа, вот этим-то делают вот такие ролики, прямо вот именно которые ты можешь отдельно... То есть, я вот, например, за Valorant не шарю, у меня к нему достаточно негативные отношения, на самом деле. Ну, как негативные, мне просто кажется, что эта игра совершенно неинтересная, да. Вот, и... Но при этом, как бы, ролики по ней, вот, все, что... Все, что именно с полноценно самой игрой не связано, мне у нее нравится. Вот, то же самое, что у Лиги Легенд, кстати. Ну, только в Лиги Легенд я, благо, поиграл даже. Вот. И она, на самом деле, неплохая, хотя, опять же, сейчас я перестал в нее играть. Но в Valorant вот как-то на самой игру пофиг, но все, что вот не с самой игрой связано, это прям круто. То есть, все эти ролики, все эти чемпионаты, там, музяка и так далее, это прям хорошо, это прям хорошо. Но Трайты в этом, в это умеют, в это реально умеют. И в отличие от, блин, Близзов, потому что Близзард, эх, как хочется сказать сейчас слово на П, на самом деле. Потому что, ну, вот они такие сейчас и есть. Как бы, окей, там, с World of Warcraft, там, они вроде как нормально сейчас делают, но на остальные игры им так насрать, реально. Вот, я не знаю. Теперь тоже боюсь со всеми многими, кто начал бояться, собственно, после вот этой вот веселой новости, да, веселой в кавычках, естественно, про Overwatch, когда они там сказали, что, ну, мы, на самом деле, четыре года ничего не делали, да. Вот, что они из Diablo тоже ничего не будут делать, или с какими-то новыми, собственно, играми, полноценными, тем более, да, они тоже ничего не делают. Просто сидят на жопе ровно и зарабатывают деньги, чисто на Warcraft. При этом ничего не делают. То есть у них там тоже особо никаких роликов. У них там раз в год, дай бог, выйдет там какой-нибудь ролик про Кирика, да, вот. Да, он был хорош, он там вроде даже получил какие-то награды, не спорю, но один в год или что-то такое, типа, вы что, с ума сошли? Давайте еще какой-нибудь такой контент. Вот, если вот именно музыкального контента у Бульзов вообще не было, я уже даже не помню, когда они в последний раз реально делали что-то такое вот именно музыкальное, современное, молодежное, чтобы вот так вот чисто отдельно, опять же, от игры, знаете, то есть вы можете не играть в игру, но чисто посмотреть, закальфовать, как я сейчас сделал с Валорантом. То есть, ну когда вот у Бульзов такое было? Не знаю, будет ли вообще? Ой, а когда-нибудь, надеюсь, они все-таки поймут, может, не знаю, сместят всех этих дураков, которые у них сейчас там сидят, вот, и появятся какие-то, может, молодые люди или просто люди, которые понимают, что на самом деле людям нужно, а вот это людям нужно. Вот такие приколюхи всякие, которые могут завлечь в игру, например, да, а не просто типа на имени своем насиживаться. Вот так вот внезапно реакция на Валорант, но говорю я про Бульзов, потому что меня бесит, на самом деле, когда начинаешь сравнивать их с риутами, которых тоже ругают, но я не понимаю, блин, за что риутов ругают, учитывая, сколько контента они дают в своих играх, типа, сколько Близзы не дают контента, и Близзы еще мало того, что не дают контента, они еще контент, который в самой игре, они его даже не дают. То есть вот они настолько, да. Так что грустно-грустно это все. Ну, а у риутов, надеюсь, все будет балдежно. Вот как минимум, опять же, по этому ролику, по вот этим чемпионатам, судя по всему, у них реально все балдежно. Вот. Ну, в принципе, все. Спасибо, сколько кто смотрит реакции. Лучки писали, нравится, нравится, сами все знайте. Кидайте что-нибудь еще, там, Валорант, Лига Легенд, посмотрим, если это я не смотрел. Я там, на самом деле, много роликов не смотрел. Именно таких вот. Ну, может, так самые известные по лиге я что-то видел. А вот так вот, какие-то маленькие там с чемпионатом, если это реально что-то крутое, то я это не видел. Можем быть, глянуть, в принципе, против таких реакций ничего не имею. Ну, вот. Я бы сказал, что и у Близзов что-нибудь кидайте, но Близзов я, к сожалению, уже все смотрел давным-давно. Ладно, короче, все. Я пошел и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok